МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...корсных товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации, ослабление курса рубля, сезонные повышения цен, которые характерны именно для осенне-зимнего периода, это на овощи, фрукты и на молочные продукты, ажиотажный спрос отрицательную роль играет. Но смотрите, вот возьмем эту злополучную гречку, да? Каждый год одна и та же ситуация повторяется. В каких-то магазинах она поднимается до ценника на уровне 80-100 рублей, появляется волна слухов, и люди бегут скупать гречку, и скупают ее килограммами, там по 50 килограмм берут. Ну, к сожалению, да, это факт есть, имеет место. На гречку у нас цена выросла в течение ноября на 65%. В декабре, в течение месяца, за месяц, в декабре продолжается рост цен на гречку, но уже более медленными темпами. За последнюю неделю с 15 по 22 цены, фиксируем рост цен на гречку на 0,7%. Здесь совершенно нет объективных причин для роста цен на гречневую крупу. Спровоцировал рост цен именно ажиотажный спрос. Кто подогрел или специально выброс такой информации о том, что в Алтайском крае, это основной регион, где производится гречка, якобы рано выпал снег и не успели собрать урожай. Хотя, по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, гречки в России у нас в этом году собрано в два раза больше, чем может потребить население России по нормам, рациональным нормам питания. То есть ее достаточно произведено, совершенно нет никаких объективных причин для роста. С учетом резкого роста цен, значит, нами направлена соответствующая информация в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области для принятия мер, для анализа сложившейся ситуации, установления, на каком этапе произошло необоснованное завышение цен на гречневую крупу. То есть это от производителя, затем товары проходят оптовое звено или в рознице. На каком этапе незаконно завышена цена. Отправили соответствующую информацию в прокуратуру Тульской области, в Министерство экономического развития Российской Федерации. Почему? Потому что в соответствии с требованиями действующего законодательства, если рост цен превышает 30%, правительство Российской Федерации может ввести предельные цены на тот или иной товар на территории определенного субъекта. А был такой прецедент уже в целом по стране, в каких-то регионах? Ну, пока не было. Пока не было, несмотря на то, что в 2010 году тоже был зафиксирован рост цен на ряд продовольственных товаров. Пока такого решения принято не было. Сейчас на уровне Федерации решен вопрос о том, что из Росрезерва в розничную торговлю будет выброшена партия гречки, ну, так скажем... Для поддержания спроса и предложения. Да, для снижения цены. Но, конечно, в сложившейся ситуации вот эту процедуру нужно было провести в конце октября, в ноябре, чтобы не допустить такого роста цен. То есть в этой области достаточно жесткое ограничение по продаже алкоголя с двух часов дня, да? В каких-то регионах с 12, где-то вообще вечером спокойно можно купить алкоголь. Насколько действенны эти меры? Ведь можно уже говорить о результатах? Да, можно говорить о результатах. Дополнительные ограничения по розничной продаже алкогольной продукции на территории Тульской области введены с 2012 года, и мы видим положительные результаты. У нас снижение идет числа умерших, то есть смертей, связанных с причиной потребления алкоголя, снизилось на 4%. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 5%. Вот за 10 месяцев по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Ну, смотрите, ведь это ограничение весьма условное. Некоторые тульские предприниматели нашли же способ обойти этот запрет. У нас появились так называемые алкобары, где тот же алкоголь также продают. Просто сначала открывают крышечку и отливают 50 миллилитров. Вот это нельзя пресечь, ведь это такие же магазины алкоголя, какие закрыты должны быть официально. Да, но здесь, конечно, предприниматели, они очень так изощренно используют каждый пробел в законодательстве, но, тем не менее, для предприятий общественного питания, реализующих алкоголь, прописаны следующие требования. Во-первых, обязательно наличие зала обслуживания для посетителей. А что такое зала обслуживания? Если я ставлю столик, это уже зала обслуживания? Нет, в зале обслуживания должно быть не менее 4 столов, 24 посадочных мест. Эти требования прописаны в законе Тульской области. Затем прописан запрет продажи алкоголя в закрытой таре. Ну, поэтому они открывают крышечку? Ну, они открывают, да, понятно. Вот те предприятия общественного питания, которые соответствуют всем требованиям, имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, конечно, они подвергаются проверке и на соответствие лицензионным требованиям. Перед тем, как выдать лицензию на розничную продажу, обязательно выездная проверка проводится. То есть это должны быть не только торговый зал, но и производственные помещения. И полностью соответствовать всем требованиям санитарного законодательства. То есть это, включая и подсобные помещения, и санузел, как для персонала, так и для посетителей. Но у нас есть ряд предприятий общественного питания, которые, ну, выдают себя, так скажем, за предприятия общественного питания, но не соответствуют элементарным требованиям. В основном это предприятия, которые реализуют пиво, пивные напитки. К сожалению, на сегодня законодательно эта деятельность не лицензируется, продажа пива. И вот в связи с тем, что было большое количество обращений в адрес губернатора Тульской области, в адрес правительства Тульской области, с 1 октября введена еще дополнительная норма ограничения предприятий общественного питания, работающие без лицензии и реализующие пиво, расположенные в жилых домах, в многоквартирных жилых домах, не имеют права осуществлять деятельность. Знаете, ставят такие вот входы и в подвал спускаются, а рядом жилой дом. Это является вот, под вот этот запрет попадает? Попадает, если это именно в подвальное помещение в многоквартирном жилом доме. Какой штраф за подобные нарушения? Может быть, просто дешевле заплатить штраф и по-прежнему торговать этим алкоголем по ночам? Ну, здесь штраф подвергается, если должностное лицо привлекается, предприниматель, от 5 до 10 тысяч. Ну, тогда выгоднее продолжать торговать. Если юридическое лицо от 50 до 100 тысяч рублей. А нельзя запретить торговать? Нет, только штраф. Ну, запретить торговать можно, это тоже только в судебном порядке. То есть, это не в одной части. Пришли, проверили, не соответствуют и тут же закрыли. Тут, понимаете, палка о двух концах. С одной стороны, ну, необходимо развивать бизнес, да, бизнес должен развиваться. Но, с другой стороны, вся деятельность, мы рассчитываем на добросовестных предпринимателей, которые соблюдают требования законодательства. А что делать с интернет-торговлей алкоголем? Тут ты не проверишь, тут туалет им не нужен, 4 столика ставить тоже не нужно. Не нужно. А по на чем, пожалуйста, заходи на сцену? Постановлением правительства Российской Федерации запрещена дистанционная продажа алкогольной продукции. Но это, конечно, сфера больше ответственности правоохранительных органов. У них есть специальное подразделение, которое отслеживает и работает в данном направлении именно продажи через интернет алкоголя. Вы затронули тему малого бизнеса. Безумное количество статей аналитических уже написано о том, что в 2015 году, ну, это будет очень сложный год именно для малого и среднего предпринимательства. Вы как оцениваете перспективы? Закроются, не закроются в связи с ужесточением налогового законодательства, в связи со сложной экономической ситуацией? Да, Елена, я согласна, конечно, что ситуация экономическая у нас на сегодня непростая. Но, во-первых, Тульская область имеет такую уникальную возможность. Губернатор Тульской области возглавляет рабочую группу по подготовке Государственного совета, который будет, заседание этого совета состоится в марте, именно по вопросу развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. И Госсовет будет проводить президент Российской Федерации. И Владимир Сергеевич возглавляет эту рабочую группу по подготовке этого госсовета. От Тульской области формируется пакет предложений, именно направленный на ослабление, именно на создание благоприятной среды, комфортной для развития бизнеса, в том числе и по налогам, по налоговому законодательству. Например. Во-первых, уже сейчас в Третьем чтении Государственной Думой принят федеральный закон о внесении изменений в налоговый кодекс в части введения налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2015 года. А есть ли ограничения по сфере бизнеса? Да, предприниматели, во-первых, предприниматели, которые впервые зарегистрировали свой бизнес, не несколько раз перерегистрировали, а впервые зарегистрировали свой бизнес, и если они находятся на упрощенной системе налогообложения или на патентной системе налогообложения, и осуществляют свою деятельность в производственной, научной или социальной сферах деятельности. А вот эти три сферы деятельности определены федеральным законом, а на уровне субъекта конкретные виды экономической деятельности, перечень этих видов экономической деятельности для предпринимателей, для которых будет установлена нулевая налоговая ставка, на год или на два это решает субъект, будет определено законом Тульской области. Сейчас этот проект закона активно обсуждаем мы с объединениями предпринимателей, с органами местного самоуправления, собираем предложения и будем обобщать и вносить в проект закона Тульской области этот перечень видов экономической деятельности конкретных, которые важны и являются приоритетными для нашего региона, чтобы дать послабление именно для предпринимателей, занятых в этой сфере деятельности. А как предприниматели пережили 2014 год? Сколько в итоге закрылись? У нас по итогам 2014 года положительная тенденция по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе по количеству предпринимателей. На сегодня на территории Тульской области действует более 58,5 тысяч. Это индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, в том числе индивидуальных предпринимателей более 36 тысяч. Если брать численность населения, которое занято именно в сфере предпринимательства, это более 123 тысяч. Или 27,5% от экономически активного населения. То есть практически треть населения у нас работает именно в малом и среднем бизнесе. То есть массовое закрытие, как, например, в некоторых регионах, это 2013 год? Это в 2013 году, да. В 2014 Тульской области подобного не было? Не было. Нет. У нас идет небольшая, но положительная динамика. Увеличивается количество субъектов. И наша госпрограмма по развитию малого и среднего бизнеса, она продолжает действовать. Объем финансовой помощи, которая направлена в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства, составляет порядка 370 миллионов на треть выше уровня 2013 года. И в следующем году объемы будут не меньше. А мы планируем привлечь не менее 400 миллионов рублей с учетом федеральных средств. Мы каждый год говорим о том, что бизнес-инкубаторы в Тульской области работают, бизнес-инкубаторы в Тульской области расширяются. А по факту, какие плюсы мы получаем от бизнеса? Они вообще работают? У нас очень многое, да, на протяжении нескольких лет эта задача решалась. Но только в этом году, в конце июня 2014 года, открыт первый региональный бизнес-инкубатор на базе вечерней, бывшей вечерней школы в городе Тули по улице Кирова, 135. Полностью здание площадью 3800 квадратных метров, оно сейчас передается в собственность области. Процесс передачи идет, а крыло площадью 600, более 600 квадратных метров уже с июня месяца занято под бизнес-инкубатор. 11 компаний, в том числе предпринимателей и малых предприятий, занимают рабочие места в бизнес-инкубаторе, потому что как для начинающих предпринимателей, которые только решили открыть свое дело, так и на первые годы предпринимательской деятельности, очень важно обеспечить предпринимателя нежилыми помещениями. Смотрите, в Беларуси из подобного бизнес-инкубатора вышла международная игра танки. Наши 11 предпринимателей, которые сейчас в тульском бизнес-инкубаторе работают, вот чем они занимаются? Различные сферы деятельности, производственные, юридические услуги, производство и... Но в IT никого нету, да? Ну, есть две компании IT-технологии. Сейчас мы рассматриваем специализацию, если мы полностью открываем бизнес-инкубатор, полностью занимаем это здание, рассматриваем и принимаем предложения от предпринимателей, обсуждаем, какой профиль, какую специализацию определить в целом. Есть предложения занять часть этого здания под IT-технологии, ну, есть предложения под мелкие производственные какие-то компании организовать. Ну, рассматриваем сейчас и определяем. Когда вы собираетесь полностью заполнить этот бизнес-инкубатор, есть как в 15-м году все места должны быть заняты? Да, нам нужно, конечно, еще провести ремонт коммуникации, потому что здание, ну, довольно имеет свою историю. А спрос есть, чтобы заполнить эти места? Есть спрос, есть предложения от предпринимателей. Там у нас есть спортивный зал, отдельно вот примыкает к зданию вечерней школы. И есть предложения вот именно от предпринимателей по организации секций спортивных. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.